Вот этот берег Туры, первое речное судно, увидел в 1580 году. Это были струги дружины Ермака. Вот здесь они причалили. В старину самый быстрый способ передвижения по рекам. От Тюмени через сибирскую столицу Тобольск и до северного Абдорска несколько столетий ходили корабли. Но в середине 19 века парусные суда уступили паровым, которые появились в Тюмени. А началось все с энтузиаста, купца Наума Тюфина, построившего первый в городе пароход. Из таких чувств, что он первый, он решил его назвать основатель. Он нанял монаха-богомаза, а тот не рассчитал размеры кожуха парохода и вошло только основа. Поэтому вот этот пароходик здесь, как символ, стоит как основа. Это судно и совершило первое путешествие от Тюмени до Тобольска. Купцы и промышленники удобство и экономию средств оценили. Столица Сибири стала доступнее. Устье реки Тобол было за несколько верст перенесено. Дело в том, что огромное количество реки Нижний город очень часто подтапливало. И то есть изначально считается, что у нас место слияния Тобола-Торша было буквально в районе Троицкого мыса. Спустя годы, в середине 20 века, под Тобольском вырос судостроительный судоремонтный завод. Сейчас идет его возрождение. В 2023 году была произведена модернизация стапелей. Были выемка грунта, заливка бетона, что позволяет сегодня размещать на данных стапелях до 10 судов ремонта. Завод модернизируется. За три года здесь построили несамоходные баржи с грузоподъемностью 5000 тонн. Салихард, Ярсали и Тобольск. Класса – река-море. Ходят по Опертышскому бассейну. Сейчас завод работает над следующим, еще более масштабным универсальным сухогрузом. Он сможет перевозить 9000 тонн. Это почти 160 груженных вагонов. Габаритами и размерами 140 метров длины, 17 ширины. Были залиты новые степеля. Они находятся за вашей спиной. Модернизация на следующий день продолжается. И это видно. Новая баржа выдержит почти 500 грузовых контейнеров. Доставка на Крайний Север сократит и сроки, и цену. Ведь нефтегазовым компаниям за короткое лето нужно успеть завести оборудование и максимальное количество стройматериалов. Планируется, что на воду сухогруз спустят уже в следующем году. Анастасия Ломацева, Ян Яснисеевич, Кристина Олейникова, Ямал-1. Кристина Олейникова, Ян Яснисеевич, Кристина Олейникова, Ян Яснисеевич, Кристина Олейникова, Ямал-1.